МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Этот день победы. Как прошло празднование главного события года, обсудили на еженедельной планерке в Доме правительства. Никто не забыт, ничто не забыто. Памятники чувашского скульптора открылись в регионах соседей Чувашии. Двойной тулуп, тройной аксель в Чебоксарах стартовало республиканское первенство по фигурному катанию. В Государственной Думе Российской Федерации начались дни Чувашии. Деловая программа открылась расширенным заседанием Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. В его работе приняли участие министры, депутаты Госсовета Чувашии, руководители предприятий и организации нашей республики. В Москве работает наша съемочная группа. Речь шла о расширении мер поддержки отечественных товаропроизводителей, о защите конкуренции, финансово-платежной дисциплине в контрактной системе, регулировании алкогольного рынка. По мнению промышленников, а в заседании участвовали руководители предприятий электротехнического кластера, машиностроения, переработки. Сегодня у иностранных производителей немало преференций. Хотелось бы, чтобы российские законодатели активно включились в правовую работу и помогли нашим производителям. В создавшихся экономических условиях защита внутреннего рынка должна носить систематический характер. Отдельно шла речь о поддержке малого и среднего предпринимательства. Сегодня мы обсуждали, какие проблемы испытывает малый бизнес в своей деятельности. И вот как их решить? Это и по налогам различным, которые сегодня, и по банковским кредитам, ну, эти все вещи. Поэтому я тоже думаю, что если нас услышат, малым бизнесом станет легче жить в республике и в Российской Федерации. Сегодня же начала свою работу и экспозиция, посвященная экономическому потенциалу Чувашии, ее истории и культуре. На выставке представлены работы чувашского художника Геннадия Фомерикова, национальные костюмы из музейных коллекций. Завтра в Госдуме пройдет презентация Чувашии, ожидается выступление главы республики Михаила Игнатьева. Как всегда, мы расскажем об этом в информационной программе «Республика». Отгремел праздничный салют в честь Великой Победы. Закончились главные мероприятия, но наша память вечно, как вечен подвиг тех, кто подарил нам мирное небо. Как прошел День Победы в столице республики в нашем репортаже. В мемориальном парке «Победа» по традиции состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу славы. Каждый год сюда приходят немало чебоксарцев, ветераны со своими близкими, офицеры в запасе, школьники. Но нынешнее 9 мая побило все рекорды. Аллея славы еле вместила всех пришедших. Мы, живущие в этом мире сегодня под ярким солнцем, должны всегда помнить и не забывать, какой ценой завоевано это счастье, это солнце. Мы должны передавать своим детям, внукам, своим студентам, преподавателям которых я являюсь, именно эту память, чтобы они знали, чего это стоит. И умели, так сказать, нести это знамя Победы гордо, высоко. И гордиться, что мы Россия, граждане России, и мы являемся Россия победителями в этой Великой Отечественной войне. Торжественный и скорбный звук метронома разносился над всей Волгой. Минута молчания, склоненные боевые знамена, у каждого чебоксарца есть кого вспомнить. Венки, корзины с цветами, море алых гвоздик от ветеранов, от главы Чувашии, правительства Госсовета. Мы помним, мы чтим. Глубоко уважаемые соотечественники, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, от всей души поздравляю вас с 70-летием Великой Победы. Неоценимый вклад в Великую Победу внесли и уроженцы Чувашии, среди которых 66 героев Советского Союза и 11 полных кавалеров Ордена Славы. Более 200 тысяч наших земляков ушли на фронт. Больше половины из них не вернулись домой. Такой дорогой ценой досталась долгожданная победа. О том, как важно беречь мир, напомнил участник Великой Отечественной войны, кавалер трех Орденов Красной Звезды Петр Теплов. Я хочу обратиться к молодежи. Будьте всегда бдительны, будьте всегда готовы к защите нашей Родины. Всегда любите Родину, патриотами своей Родины будьте. Желаю всем еще раз крепкого здоровья, праздников мира и мира. Торжественным маршем мимо трибун прошли военные, представители общественных патриотических организаций, батальоны МВД, учащиеся кадетских классов. Следом сводный полк Чебоксарского гарнизона. Каждый год боевая техника, принимающая участие в параде, пополняется новыми единицами. В реконструкции многих из них принимали участие коллективы промышленных предприятий. Автомобили, мобильные зенитные расчеты, пушки, знаменитый ракетный комплекс «Катюша» и танк Т-34. Всего не перечислить. По этой технике можно изучать историю войны. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году собрала в своих рядах более 10 тысяч человек. Так пишется народная летопись войны. В портретах фронтовиков и тружеников тыла личная история каждой семьи. Я сегодня с большой гордостью пронесла портрет своего деда Федору Петра Федоровича, уроженца деревни Набаишино-Янтиковского района. Это история, это героизм наших дедов, наших прадедов Великой Отечественной войне. Среди множества наград, орденов и медалей, орден Красной Звезды, врученный ему за героизм, проявленный в битве под Курском. 9 мая 2015 года стала уже очередной страницей истории. Когда-нибудь и о ней будут вспоминать наши потомки. Итоги празднования 70-летней годовщины Победы, а также вопросы организации Международного кинофестиваля и летней детской оздоровительной кампании стали основными в повестке дня очередного совещания у главы Республики. 9 мая в Республике состоялось почти 300 культурно-массовых мероприятий. В них приняли участие 172 тысячи человек. Парад и праздничный салют в Чебоксарах собрал на Красной площади в общей сложности 78 тысяч горожан и гостей столицы. Мероприятий было много, всех не перечислить. Обеспечивали порядок сотрудники МВД. Общественный порядок был обеспечен. 2078 сотрудников принимали участие. Привлекали мы в том числе для охраны непосредственно памятных мест народных дружинников. Их было 245 и 95 человек. Это сотрудники частных охранных структур. 9 мая в торжественном митинге параде на Красной площади приняли участие 30 ветеранов и вдов участников войны. В этом году им особая забота и внимание. Они отдыхали и поправляли здоровье в социально-оздоровительном центре ВЕГА. Лечились в больницах. Для некоторых по состоянию здоровья был организован патронат на дому. Те, кто смог прийти на митинг сам, не пожалел. Когда после парада мы сидели с ними за кашей, за фронтовыми 100 граммами, они действительно высказали слова благодарности. Им искренне все понравилось. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова проинформировала, что органы социальной защиты населения доставили более 25 тысяч именных поздравлений главы Чувашской республики, вручили 24 тысячи юбилейные медали. Через неделю в Чебоксарах откроется 8-й международный кинофестиваль. По информации министра культуры, в конкурсной программе полументражных фильмов 11 картин, в конкурсной программе игрового кино малых народов 13. Всего жители Чувашии смогут увидеть 43 картины. Всего в программе кинофестиваля состоятся более 110 мероприятий. Это конкурсный показ самих фильмов, как полнометражных, так и игрового кино малых народов. Это специальные события. Будет сформирована специальная программа «Кино детям». Кинопоказы пройдут во всех кинотеатрах столицы Чуваши, а также в Национальной библиотеке, в Институте культуры, во дворце культуры «Салют». Фестивальные площадки откроются и в некоторых районных центрах. На детскую оздоровительную компанию эти летом будет направлено более полумиллиона рублей. Откроются 20 детских лагерей и 5 санаторно-курортных организаций. Планируется охватить оздоровлением 96 тысяч детей. Это больше, чем в прошлом году. В 2015 году, в этом году, предполагается отправить в Республику Крым организовано 174 ребенка, в том числе 23 ребенка-сироты и остальные дети, воспитанники домов ребенка и дети, которые являются победителями Олимпиад. Они поедут в лагерь «Артек». Есть вопросы по некоторым лагерям. «Большую озабоченность вызывает родничок. Это Ядринский район. Имущество муниципальное, но оно передано на долгосрочную аренду частному лицу. На сегодня только 8 путевок заявили родители из разных муниципалитетов. То есть лагерь не пользуется популярностью, к сожалению, среди родителей. Поэтому очень большая есть вероятность, что лагерь в первую смену действительно не откроется». Глава Чуваши поручил всем ведомствам отслеживать санитарно-эпидемиологическую обстановку в детских лагерях и обеспечить их готовность к 25 мая. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Памятники, посвященные Великой Победе, открывают и сейчас. Накануне 9 мая в соседних регионах Татарстане и Нижегородской области состоялось открытие памятников. Все они работы известного чувашского скульптора Владимира Нагорного. Памятник матери-покровительницы – классику чувашской поэзии Константину Иванову и известному офтальмологу Святославу Федорову. Творчество мастера известно далеко за пределами Чувашии. Стеллу, посвященную героям Великой Отечественной в селе Старое Држаное, практически не узнать. К годовщине Победы на ней вновь засияли имена героев войны – жителей Држановского района Татарстана. Свой бронзовый солдат появился и в поселке Воротынец. Мужественный герой – олицетворение отваги и храбрости советского народа. Он является не только частью нашей памяти о Великой Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, но и будет являться символом всем нашим защитникам Родины, которые защищали, защищают и будут защищать нашу Родину. 70 лет назад закончилась война, но память о героях тех лет живет до сих пор. Для жителей городов и районов такие монументы и стеллы – напоминания о родных и близких погибших на войне. Появились памятники героям и в Чувашии, например, в Красно-Читайском районе. В районах Чувашии монументы часто становятся центрами различных торжеств. К ним жители несут цветы, отдавая дань памяти погибшим. Здесь отмечают многие важные для муниципалитетов даты. В этом году новые мемориалы открылись в деревнях Березовка и Сормово-Атнарского сельского поселения, в деревне Яманы Старо-Аттайского сельского поселения Красно-Читайского района. Кстати, впервые зрители национального телевидения увидели, как отмечают День Победы в разных городах и районах республики. Наши коллеги по телевизионному цеху прислали на канал праздничные репортажи о том, как отмечали 9 мая в четырех муниципалитетах республики – Канажском, Красно-Читайском, Алатарском, Ворнарском районах. Там тоже возлагали цветы, честовали ветеранов, вспоминали и благодарили их за мирное небо. Весь этот день национальная телерадиокомпания вела прямые трансляции с праздника. Те, кто по каким-то причинам пропустил эфир, могут посмотреть его в повторе. Ближайшие 16 мая в 9 утра. По данным Министерства сельского хозяйства республики засеяно 129 тысяч гектаров. Это 65% к плану. Близки к завершению весенние полевые работы хозяйства Яльчикского и Шамуршинского районов. Самые низкие показатели в Маргаушском и Красно-Читайском. На полях одной из агрофирм Комсомольского района побывал глава Чувашия Михаил Игнатьев. Этой весной в агрофирме «Слава картофелю» планируют посадить более 750 гектаров второго хлеба. В прошлом году здесь удалось собрать 6 тысяч тонн картофеля. Аграрии отмечают, что и в этот раз делают ставку на урожайные сорта. Серьезных проблем с техникой пока не возникает. Работы идут по плану. Благоприятствуют аграриям и погодные условия. Главное сейчас сохранить оптимальное количество влаги в почве. Михаил Игнатьев отметил, что ход весенней страды он контролирует лично. В Комсомольском районе они практически 50% уже работ выполнили. Глава администрации сегодня мне доложил. Депутаты Государственного совета от Комсомольского района Петер Степанович и Медин Сардиневич отслеживают, общаются с механизаторами. Я пообщался. Настроения у них хорошие, рабочие, приподнятые. И в принципе в этом году мы должны лучше сработать, чем в прошлом, в 2014 году. В Чувашии продолжается работа по государственной кадастровой оценки земель. О промежуточных результатах говорили на комиссии под руководством председателя кабинета министров Чувашской республики Ивана Маторина. Актуализация кадастровой оценки сельскохозяйственных земель требование времени. Годами длящийся разнобой в стоимости очень важного товара приводил к значительным потерям бюджетных местных муниципалитетов. Никто не знал истинной цены земель разных категорий, поэтому и отдавали за бесценок. Работа была проделана большая. Учету подверглись многие территории. Работа выполнена исключили из перечня земельных участков содержащие списки. Провели работу полноты наличия характеристик в составе оставшихся перечня земельных участков, достоверности сложившейся информации, уточнение характеристик о земельных участках в формировании протокола проверки. Подготовили и представили министры Чувашии необходимые материалы для рассмотрения и согласования на засчитание правительственной комиссии факторов стоимости земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Серьезная оценочная деятельность проводилась в ряде районов республики – Алатриском, Батревском, Чебоксарском, Козловском, Шумерлинском и Маргаушском. В качестве основных факторов, которые оказывают существенное влияние на стоимость, были выявлены такие как функциональное назначение, площадь, участка, расстояние до ближайших центров сбыта сельскохозяйственной продукции и удаленность от населенного пункта. Нынешняя государственная кадастровая оценка земель станет хорошей базой для начисления земельного налога, арендной платы и других платежей при совершении хозяйственных операций с земельными участками. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. К другим новостям. Президент России подписал указ о назначении Сергея Легостаева прокурором Чувашии. Соответствующий указ глава государства подписал 8 мая. Еще в марте Госсовет Чувашии согласовал кандидатуру Сергея Легостаева на должность прокурора. Ранее он возглавлял прокуратуру Рязанской области. Новый руководитель региональной прокуратуры назначен на пятилетний срок. Выставление двоек на лоб вместо дневника и прочие подобные педагогические, а вернее не педагогические методы привели учительницу из Комсомольского района на скамью подсудимых. Сегодня ей вынесли приговор. Воспоминания своей первой учительницы учеников Комсомольской средней общеобразовательной школы номер один будут явно не светлые. Своим подопечным она заклеивала рот скотчем, дергала за волосы, рисовала им на лбу двойки красными чернилами. Однажды заставила стоя писать диктант весь урок. Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2013 по май 2014 года подозреваемая применяла недозволенные методы воспитания в отношении детей своего класса, которые обучались в 2012-2013 учебном году в первом классе, а в 2013-2014 годах учебном году во втором классе. Она признана виновной в истязании заведомо несовершеннолетней, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением с ними. Учительница назначена наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ей назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, и она лишена права заниматься педагогической деятельностью на срок два года. Кроме того, директора данной школы уволили, а ее заместитель по воспитательной работе получил выговор. На мировом уровне активно развивается киберспорт. В столице Польши второй год подряд сражаются лучшие команды со всего мира. В гранд-финале в игре танковых боев Международной киберспортивной лиги по стратегическим компьютерным играм сборная СНГ стала чемпионом мира. В составе семи лучших геймеров чебоксарец Максим Михеев. В столице Польши в двух этапах состязались 12 лучших танковых команд компьютерной онлайн-игры World of Tanks. В напряженном полуфинале Hellraisers обыграли победителей финала прошлого года украинскую команду со счетом 5-2. В решающем сражении киберспортсмены обыграли китайцев. Приз за первое место составил 150 тысяч долларов. В победу команды Hellraisers многие не верили. Представители Украины, Белоруссии и России собрали практически новый состав. Китайцы в принципе в финале победить было легко, потому что после победы над бывшими чемпионами мы уже чувствовали, что нас уже не остановить. А китайцы в принципе не были нам ровней. Они слабее нас и просто на морали мы их задавили уже, разгромили за счетом 7-1. Это моя первая крупная победа и эмоции. Я, наверное, не понимал, что мы вообще победили. Часа 4-5 после победы я вообще ходил как бы потерянный такой. Не понимал, что мы победили. То есть у меня не было никакого никаких чувств, но сейчас я понимаю, что да, это было действительно круто. Максим Михеев или Монти, студент строительного факультета ЧГУ. Четыре месяца назад среди всех кандидатов он попал в состав сильнейшего СНГ киберспортивной организации. Пять лет юноша играет в танки. Виртуальное развлечение помогло достичь уровня киберспортсмена. Самый первый турнир прошел в Москве в прошлом году. Далее Китай, Болгария и в этом году уже вышел на мировой уровень. Задача Максима в игре – предоставлять союзникам информацию по карте, сообщать о местах нахождения противника, прикрывать тыл и брать вражескую базу. Приняли меня отлично, потому что, я уже говорил, меня уже некоторые знали. Шутили надо мной иногда, по-дружески. 8 часов тренировок в день – это уже не развлечение. Тебе это, конечно же, надоедает. Но чтобы быть лучшим, приходится тренироваться, приходится тратить на это время. Без этого никак. Впереди новый сезон. Турниры в самых разных странах и городах. Геймер считает, что его увлечение хоть и может нанести вред для здоровья, но не такой, как вредные привычки. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня на Чебоксарском льду «Новое поколение» стартовало республиканское первенство по фигурному катанию. Насколько юные таланты грациозно держатся на коньках, узнала наша съемочная группа. Прошло больше года с момента фееричного выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи, а их победные номера каждый из участников помнит до сих пор и стремится в будущем достичь не меньших результатов. Начало уже положено, остальное все в руках хрупких фигуристок и их наставников. У меня висит дома бронзовая медаль. За третье место, да? Да. У меня медаль за 11 место. За третье место с конца, как у нас говорит Даша, да? Да. На неблизнецы мы не можем отстать, у одной получается чуть лучше, вторая чуть отстает, но мы все равно мужественно занимаемся все вместе и очень стараемся. В общем, хотим, чтобы у нас были хорошие результаты и приложим все усилия, да? Да. Региональной федерации по фигурному катанию всего 4 года, но результаты уже есть. Развитие идет постепенно. Не скажу, что мы форсируем какие-то события. Федерация молодая, вид спорта тоже молодой. Это ему 4 года только. Мы идем потихоньку, но идем плодотворно. Наши дети участвуют в соревнованиях по первенстве России при вождении федерального округа. Занимает, скажем, не лидирующий, не первое место, но мы стараемся в середине зацепиться и пока нас вполне это устраивает. Первенство Чувашии проводится ежегодно и каждый раз расширяется география участников. В этом году помимо регионов соседей представлены команды из Москвы, Ленинградской области, Ярославля, Владимира и даже Сургута. Всего в соревнованиях примут участие около 200 фигуристов и каждый выходит на лед за победой, а вместе с теми продемонстрировать красоту их спорта. Это красивый спорт, там это элегантное, красивое платье, потому что там не каждый сможет прыгать тройные прыжки или вращаться, и это очень интересно. Во-первых, вот он для здоровья очень ведет, ну и чтобы не болеть часто. Соревнования по фигурному катанию продлятся до 14 мая, поэтому есть еще время увидеть выступление участников вживую. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Множество событий состоялось в Республике в праздничные дни. Компания «Росцелеком» также не осталась в стороне и организовала свою интерактивную программу. Подробнее смотрите в нашем сюжете, а я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Всего доброго. Кто-то фотографируется, кто-то играет, а кто-то поет. Интерактивная площадка компании «Росцелеком» развернулась в Лакреевском лесу. Спеть бесплатно в караоке, сфотографироваться на фоне военной инсценировки с пулеметом «Максим», набрать наибольшее количество голосов в официальной группе ВКонтакте и выиграть приз. Все это мог сделать каждый желающий. Помимо развлечений представители компании рассказывали о своих новых услугах. «Росцелеком» предлагает всем включить в услугу интерактивное телевидение. Интерактивное телевидение позволяет делать очень много дома и смотреть фильмы, которые только-только выходят на мировых экранах у себя на диване. И петь песни в караоке, и смотреть каналы в формате высокой четкости. Самой юной и первой участницей конкурса караоке с «Росцелекомом» стала Арина Парусова. Она исполнила самую популярную песню праздника Победы «Катюша». Вот уже три недели Арина с родителями готовилась к 9 мая. Учила песню в честь Великой Победы. Надо с детства приучать патриотическое воспитание. У нас дедушка тоже служил и прадед служил. Мы фотографии рассматриваем 9 мая, рассказываем, запоминаем. Праздник от телекоммуникационной компании развернулся сразу на двух площадках. На главной сцене парка проходил торжественный концерт, в завершении которого компания «Росцелеком» разыграла подарки. Я вернусь победителем, ждите скоро назад. Я вернусь победителем, я же русский солдат. С 26 апреля всем желающим покататься на аттракционах Лакреевского леса вместе с билетами выдавали купоны. По их номерам в День Великой Победы разыгрывали подарки. Самый главный приз – планшет от компании «Росцелеком» достался Екатерине Ремезовой. Кстати, 9 мая девушка праздновала не только День Победы, но и свой день рождения. Сегодня день рождения, и вдвойне приятно получить подарок в этот день. Я вообще, если честно, в шоке. Просто очень хотелось, победили. Еще не все победители конкурсов ко Дню Победы определены. Соревнование за самую оригинальную фотографию с пулеметом «Максим» стартовало сегодня, 12 мая, в 16 часов. Собрать наибольшее количество голосов под своим снимком всем участникам нужно до 10.00, 19 мая. Победитель конкурса, который получит приз от компании, будет определен 20 мая, в 11 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова